Всем привет! Доброе нью-йоркское утро! 2 октября 2024 года. Сегодня я проснулся на Нижнем Манхэттене, где я живу, и решил посвятить день, ну, много чему, наверное, надеюсь, сегодня успею побольше, чем вчера. Хотя вчера я, конечно, реально дал маху, не ожидал для первого дня, когда у меня там не так много было времени вечером, а я уже так много прошел. Поэтому хочу совершить сегодня паломничество в два места, побывать в храме, в котором находится знаменитая курская коренная икона Божьей Матери. Это уникальная икона, у которой молился Серафим Саровский, и вот она была, не знаю, можно ли сказать, что она была утрачена из России, Ну, видимо, не интересовался историей, как она попала в Америку, но вот она оказалась в Америке, и в России только ее копии. Я хочу побывать около этой чудотворной иконы, и недалеко от нее находится знаменский собор, я хочу попасть, где находится икона. Я хочу еще отправиться в Николаевский собор, это кафедральный главный собор Нью-Йорка Николая Чудотворца, и побывать там, потому что эти два объекта находятся прям, ну, по карте, между ними буквально 100 метров. Пожелайте мне удачи! Видимо, мне сюда, спускаюсь в Нью-Йоркскую подземку впервые в жизни. Внутри, конечно, трэш, да, человека, который никогда здесь не был, турникеты и только эти роботы, вам кто, кто-то зайцем пролез, я вообще в шоке. Надо как купить билеты, а тут даже карты нет, куда ехать, у меня в Google-навигаторе есть карта, но я банально не знаю, тут не пишут, какая платформа, куда идет, а вот и метро. Ладно, буду стараться как-то. Короче, у меня истерика, ничего вообще с метро не получается, спросил у местных, они мне сказали, что я вообще не туда пришел, но мне кажется, что они не правы. Сложно вообще понять, потому что тут тоже какие-то есть специальные карты на метро и где-то на каких-то киосках приобретать, и на автобусы тоже. В общем, голова моя уехала. Чувствую, сейчас пешком буду ходить. Вот дошел до так называемой птички, как мне сказали, это небоскреб, который построили на месте тех разрушенных близнецов. Короче говоря, я психомогу и решил взять такси, раз у меня Uber не работает. Я взял настоящее желтое нью-йоркское такси, стоит оно дохренища денег, ехать 26 где-то максимум 30 минут, по стоимости будет где-то, наверное, 3,5 тысячи рублей. Ну, я уже там 40 баксов с копейками, думаю, лучше поеду, а то я так вообще никуда не попаду. Правда, как я буду выбираться обратно? КОНЕЦ КОНЕЦ Мы едем со скоростью километров 80-90 на протяжении где-то минут 15-20 Я, конечно, при всем своем энтузиазме пешком, наверное, вряд ли туда дошел Поэтому правильно сделал, что взял такси, самый простой способ Хоть и безумно дорогой получился Ладно, это не напрасно потраченные 45 баксов, не будем они огоревать Ну что, я приехал Вы не поверите, вот это и есть та самая церковь Как я понимаю Сенатон-Мюджет Оф-Рашин Ортодоксная чёрч Архиерейский сенат Русской Православной Церкви за границей Обошел здание, все везде закрытое Вот единственный нашел вход, видимо, мне туда Тоже оказалось не туда, надо мной поржали, сказали, какая тут церковь Но я, кажется, вижу куда Правда, не знаю, как туда попасть Вот такой дворик Вот и там, вон, видите, есть крест Может быть, с той стороны дома надо Может быть, вот это всё надо обогнуть И с той стороны пробовать заход Сейчас попробую Есть подозрение, что у меня с этим храмом случится облом Но пока не теряю надежду Смотрите, настоящие школьные автобусы Слушайте, каким-то чудом я зашел в это здание Пытаюсь попасть Вижу, там горят свечи внутри Всё закрыто Попробую попасть 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Уникальное, конечно, место Еще одна православная святыня Это крест из могилы Серафима Саровского Ощущения, конечно, невероятные Я был один в этом соборе И мне повезло Сначала сказали, что закрыт второй этаж Но в итоге он оказался открытым И я поднялся и туда Здорово Сейчас иду в Никольский или Николаевский собор В главный кафедральный собор Америки, как я понял, или Нью-Йорка Посмотрим, что там Дошел по гугл-картам И вот у меня, кажется, за спиной Есть главный собор Нью-Йорка Давайте посмотрим Такая плотная застройка из домов И дальше дома продолжаются в середине Вот так вот выглядит собор Необычный, конечно Очень необычный Действительно, я знаю, что читал Что патриарх святой Тихон Он строил этот собор И одним из первых, кто перечислял Сюда 200 тысяч долларов, по-моему, если не ошибаюсь А, может, рублей, не знаю Но 200 тысяч долларов Был святой праведный отец Иоанн Кронштадтский Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Время и время это место называется 5 авеню и здесь в том числе проходит знаменитый национальный парк у меня почему-то жена хотела у нее какая-то мечта была видимо связанная с просмотром американских фильмов туда прийти сесть и что-нибудь съесть там выкушать чашечку кофе или еще что-то носит куплю и сяду выкушаю за нее и ей позвоню исполню мечту welcome to central park у а у 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 дошел до музея метрополитен сейчас вам покажу сам музей не пойду наверное потому что там наверно Мне не хватит его посмотреть, но вот он находится в центральном парке Нью-Йорка. Белка. Белка, speak Russian. И там белки резвятся. Вообще нереальное количество здесь белок. Ох, я что-то так потеплела. Даже жарко стало. Солнышко вышло. Стало совсем тепло, хорошо. Сейчас где-нибудь сяду, сделаю пикник. Не нашел. Здесь вообще ни одного ларька нету. Нельзя кофе выкушать. У меня есть с собой заначки Snickers и бутылочка воды из отеля. Сейчас сделаю пикник, позвоню жене по видеосвязи, исполню ее мечту, что она сделала пикник в национальном парке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нашел, кажется, место для пикника. Наверное, вот эта вот жена из американских фильмов имеет в виду, что там дети резвятся, играют, все сидят на земле. Типа у них пикник. У кого-то пикник, у кого-то он просто игра. Там, вон, играют в эту летающую тарелку, культурно проводят досуг. В общем, где-то здесь, наверное, надо расположиться и съесть Snickers. Раз кофе не надо закупить. Да, вон какой-то ларек стоит. Вряд ли там кофе есть. Да, вот видите, люди с семьей сидят. Вот что она имела в виду, я теперь понял. Да-да-да, я по адресу нашел ту самую лужайку, где они это делают. Ну, я, наверное, как этот человек разумный сяду на лавочку и пойду выйду в эфир, попробую. Привет, Катюшка, из Нью-Йорка. Я нахожусь в Центральном парке. Здесь очень красиво. Много людей, которые вот сидят, пикникуют, играют в летающие тарелки. Дети резвятся, семьи на травке отдыхают. И у тебя была мечта. Ты хотела оказаться в Центральном парке и устроить пикник. И я вот исполняю твою мечту. В это время я, это ты. У меня есть снигерс для пикника и у меня есть для пикника водичка. Так что вот пью за твое здоровье и исполняю твою мечту. Сейчас оттопырю пальчик вот так вот. В эмоциональном парке. Идет рыбалка. Я думал, что люди снимают. Думал, мне кажется, черепаха нет. Правда, реальная черепаха на природе. Мне кажется, он мужик кого-то поймал. Сейчас покажу. Это соменок с усами. А черепаха вообще пофигу. Сидит, смотрит. Красивое место. Национальный парк. Тут действительно люди нью-йоркцы отдыхают и семьями, и с детьми. Очень много велосипедных дорожек. Люди бегают, занимаются спортом. Такая четкая градация, что здесь велосипедная дорожка. Здесь пешеходная. Кто-то на самокатах, кто-то на велосипедах, кто-то бегом. Очень много людей занимаются спортом. Это вообще здесь повсеместно развито. Парк разделяют улицы. Можно так идти, идти, пройти часть парка. Потом бабах. Парк закончился. Небольшая улица. Переход в следующую часть парка. И вот я таким образом практически прошел неожиданно для себя весь парк. И, наверное, выйду сейчас где-то в районе, как мне кажется, Бродвее. Пришел в какое-то интересное место. Видимо, это может быть какой-то центральной аллее или что-то центральное здесь. Там уж очень красиво. Это, как бы объясните, с другой стороны шел национального парка. Он такой вытянутый. И дошел уже сильно за середину. Ближе туда уже к Нижнему Манхэттену. И вот оказался около такого фонтана. Здесь играет музыка Виттлс. Облади, обладай. Насколько я слышу. И люди катаются на лодках. Очень красиво. Такая вот красотища. Сейчас фоточек наделаю на память. Звучит музыка Виттлс. Поскольку гиду нет, со мной. И я сам пытаюсь все это осваивать, понимать, кто я, где я. То сейчас уже таким, ну, совсем если по-простому, то мы с вами находимся в такой более цивильной части, в более маркетинговой, где уже вон пошли и художники, и рисунки, и какие-то маленькие даже магазинчики, перформансы. Играют уличные музыканты. И вот, смотрите, что творят. Бабл-шоу это. Шоу мульных пузырей. Мы такие продаем на свадьбах. Так и на корпоратах. Ну, больше, конечно, на детских праздниках. Вот. Ну, то здесь уже совсем другая атмосфера. Такая уже цивилизация конкретная. Асфальт, плитка. А там были совсем дикие леса. Хотя вон тоже белки бегают. Ох ты, черная белка, смотрите. Какая обычная черная. Вот так вот все это выглядит. Да, белок очень много. Вот что творят, ребята. Метров 15-20, наверное. Вот это, да. Вот такой вот он, центральный парк Нью-Йорка. Очень красивое место. Там, кажется, этот Марк Цукенберг селфи делает. Он похож на Цукенберга. Вот на фоне вот этой красоты. Ну, значит, мне тоже надо, наверное. Пойду. Сделаю. А здесь, видимо, каток знаменитый. Я нашел Бродвейский театр. Грейт Гэтсби. Великий Гэтсби. Дают Бродвей. И сегодня здесь Чехова не дают. Но дают великого Гэтсби. Вот такая вот красота. Бродвейский театр. Короче, я узнал, в Макдональдс не работает приложение «Вкусная точка». Балы не списывают и не начисляют. Продолжается моя экскурсия. И это Бродвей. Я дальше иду по Бродвею. Назад в будущее идет сейчас здесь мюзикл. Там у нас тут в каждом доме свой отдельный, как я понял, театр. И там идет одна постановка. Вот мы, я вам показал, в Великий Гэтсби. Прошли как раз дома. Ну вот, следующий это Back to the Future – «Назад в будущее». Мюзикл, наверное, по одноименному фильму, видимо, по мотивам. Я попал на какую-то Голливуду. Голливудскую съемку здесь ретро-машины и снимают большое кино по ходу. Народ, конечно, мешает. Все лезут в кадр, все пытаются тоже снимать свое кино. Забавно. Там пытаются объяснить, ведите отсюда все, но никто не хочет уходить. О, кстати, мюзикл Чикаго. Да, улица, где в каждом доме идет какой-то мюзикл. Вот я дошел до Таймс-скуэра. Это то самое место, которое я часто упоминал во время своих программ, когда работаю как ведущий. Как правило, новогодних корпоративов, мы делаем одну из многочисленных тематик – тематика «Вокруг света». И там я рассказываю и показываю о том, как встречают Новый Год в Америке. Это самое знаменитое место. На площади Таймс-скуэр опускается огромный серебряный шар. С неба его опускают. И он делает определенное количество ударов, там, не помню, там, по-моему, 60 секунд. Он ровно минуту спускается, люди все вместе считают. И здесь грандиозная строится сцена, и народ начинает праздновать здесь Новый Год. И эта трансляция этого шоу, этого перформанса, вот этого спуска, этого шара имеет колоссальную аудиторию. То ли два, то ли три миллиарда человек во всем мире за этим наблюдают. То есть у нас как обращение президента, а вот в западном мире это вот как раз шар на Таймс-скуэр. И сейчас я вам покажу площадь. Тут много всего интересного. Что эта хрень делает, я так и не понял. Круговая съемка, наверное, просто. Круговая съемка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я с раннего детства был поклонником Эллиса Пресли. Я думаю, что у меня еще будет целый выпуск на эту тему, потому что в планах есть посетить дом Пресли в Мемфисе. В этой поездке у меня присутствует Мемфис. Я там буду одним днем. Но я оказался неожиданно в том самом месте, о котором многие знают, многие нет. Это знаменитый дворец Мэдисонского и Агаден. Очень крупная спортивная и концертная площадка. И здесь в 1972 году выступал Элвис Пресли. И знаменитый его концерт Мэдисонского и Агаден. Он записан. Вышла и пластинка в 1972 году, и вышел двойная пластинка. И потом позже компакт-диск. Я его в школьные годы очень любил и студенческие слушать в плеере еще на аудиокассетах. Просто вообще фантастично. Я пришел в Мэдисонского и Агаден и вижу этот крупнейший зал Америки. Сейчас вам его тоже покажу. Зашел внутрь Мэдисонского и Агаден. И вот этот пока не впускают. Там билеты подают. И вот она, аллея славы. Тут, видимо, спортивные хоккейные исторические матчи. Что дальше тут? А, Мэрлин Монро, кстати, здесь пела Happy Birthday, Mr. President. Значит, это Мэдисонского и Агаден. Извините, извините, извините. Интересно, Элвиса отметят здесь, что у него тут был концерт нет. Тут он NBA. Сколько еще столбов. Спортивные в основном какие-то истории. О, Майк Тайсон здесь. Ну да, конечно, здесь проходили бои Майка Тайсона. Ой, Майк Тайсон, господи, Мухаммед Алис. С этим Льюисом, с кем он там рубился. Ну и Майк Тайсон тоже, конечно, в свою эпоху он убывал. А вот и музыкальные истории. Давайте посмотрим, чем она отражена. Мэдисонского и Агаден. Ага, вот такие ребята. Да, есть Элвис. О, нет, нет, Элвис. Вот он. Фрэнк Финатра, Чак Берри, кого только тут не было. Ну и снова в баскетбол. Вчера меня ввез парень на машине, ну лет 30 плюс ему. Я у него спросил, откуда он, как. Он сказал, что вообще он из Индии, но всю жизнь родился и живет в Америке. Я ему пошутил, хотел сделать комплимент, сказал, что как Фредди Меркьюри. Он так меня посмотрел, не понял. Я говорю, ну Фарук Булцара, Фредди Меркьюри. Он сказал, а я такого не знаю. Я говорю, ну группа Квин. Говорит, нет, не знаю. Я говорю, блин, ну там рок-музыка, но такой же известный, как Элвис Пресли. Он говорит, вот Элвиса Пресли, я слышал. Он же еще жив. Я говорю, ладно. Понял. Ну так вот. Уже приходит новое поколение ЕГЭ. И уже не знают своих героев, к сожалению. Это шумит нью-йоркская подземка. Вот так вот идешь. Вот такая вентиляция, видимо, у них. И когда едет поезд, дикий шум. Дошел до дома, зашел во всемирный торговый центр. Это вообще такой город нереальный. Там внутри и метро, и какие-то поезда. Просто пройти, по-моему, невозможно. Как там люди работают, как они там ориентируются. Просто подземный гигантский город. Увидел там двухэтажный магазин Apple с рекламой 16-х айфонов, которые требует моя дочка и наглая мышь. Но уже он был закрыт. Но я вряд ли бы, наверное, купил. Потому что не планировал таких покупок. Более что цена. Ну, там плюс-минус. Ну, дешевле, конечно, чем в Москве. Но не с ног на голову, что прямо дешевле. Хотя сейчас, конечно, в Москве цены неадекватные на новый 16-й айфон. Спросил, сколько старый стоит 15 Pro. Уже 690 долларов здесь. То есть, это явно дешевле, чем в Москве. Но она уже не согласится на старый. Возвращаюсь домой. Не понимаю, сколько я сегодня прошел. Километров 15 точно. Но я думаю, наверное, больше даже. Вот я и в номере. День получился сумасшедший. Очень много я увидел. Очень много показал и вам. Надеюсь, что вам нравятся мои американские путешествия. Завтра постараюсь тоже все снимать, фиктировать на память. Спасибо, что смотрите мой семейный блог. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Пока-пока. Ромашенька, сыночек мой любимый, как я тебя люблю, солнышко мое. Удачи тебе. С Богом счастья мое. У тебя все-все будет хорошо. Ну, не может у такого человека, как ты, быть что-то плохо. Люблю тебя, счастье мое. Маленький приветик от мамы. Солнышко, с Богом, люблю тебя.